добрый день дорогие друзья вот смотрите вот такую вот вещицу нашел убираясь в гараже видать осталось еще от старых хозяев где-то валялась она в дальнем углу но во время того когда я все это разбирал в коробках вот нашел включил подключил ее в розетку нагревательный элемент работает хочу вам показать очень интересную полезную самоделку из старого поломанного утюга который еще послужит нам в других полезных вещах для изготовления разных самоделок своего рода нам с вами значит что нам потребуется сейчас мы попробуем снять этот элемент в который непосредственно поступала вода для отпаривателя он не потребуется вот я его хочу снять убрать отсюда он не нужен водичка нам не потребуется для этого сейчас открутим вот эти вот шурупы вот этот вот и уберем дополнительно вот эту часть потому что я думаю что она проходит сквозь нее через сам отпаривать или закрутим вот это это сам момент регулятор температуры его мы оставим забыл сказать если открутиться пролежала давно этот пошел башку свернул видать уже миллион лет прошел с того момента как закрутилась сейчас значит вот этот герметик вскрываем и смотрим снимется ли вот эта вот часть вот так вот вот это вот обратите внимание дорогие друзья вот такая вот хорошая водичка как много накипи от которой страдают наши чайники неспроста говорят продавцы покупайте специальные добавки для воды конечно из-за этого скорее всего и выкинули потому что он уже просто-напросто с ума сходил от этой накипи ну да ладно это не самое главное что нам требуется нам потребуется основной момент который будет на питание идти в сеть и вот они проходят сами тены которые нагревают сейчас мы это все вычистим я еще планирую наверное снять вот эту вот обратную сторону которая вот здесь вот так же может у нас снятся эти вот она завернута завальцовано и дальше покажу что делать ну как я и говорил вот ее можно здесь открыть сейчас мы ее вскроем полностью всю и уберем это гладкая поверхность она нам в этом месте совершенно не потребуется все отлично вскрывается смотрите вот здесь сам материал который залит вот здесь вот нагревательный элемент потихонечку при помощи сапожного ножа подковыриваем потихоньку вот таким плоскогубцами изогнутыми потихоньку открываем процесс конечно немножко такой дноватый я бы сказал но главное что он еще вернее еще вообще идет вуаля даже на термопасту специально был приклеен все что нам требовалось мы получили механизм который регулирует температуру мы вернем обязательно на место он нам потребуется без него никак так площадочку сейчас мы зачистим так значит что теперь мы делаем вот в этом месте нам потребуется просверлить отверстие да именно вот вот здесь в самый уголок постараться здесь надо будет еще немножко наверное подвыкворить и после этого прям в угол засверлиться вот такого диаметра нам потребуется сделать отверстие здесь у нас получается на 7 вот мы вот таким образом вот здесь вот делаем отверстие аккуратно зажимаем в тисках потому как материал даже не алюминий она и радио алюминий который используется в изготовлении и потихонечку просверливаем отверстие все отлично если взять всего больше сразу получится большой люфт но это все не принципиально итак дорогие друзья обратите внимание все закончена основная работа регулятор работает температуру добавлял уже дымится обгорает вот это вот вся пыль влага далее что смотрите приобретели вот в магазине вот такой набор это насадки для утюга для склейки пропиленовых труб вот таких вот цена вопроса ну примерно 135 рублей по моему я отдал давайте соберем всю эту конструкцию и посмотрим как она будет работать в деле на данный момент я приценился хороший паяльник что что мы все падает из рук хороший паяльник в металлическом кейсе как мне сказал продавец чтобы купил я именно в металлическом кейсе потому что все когда лежит пакетик его во всем остальном это крайне неудобно стоит ну примерно около полутора тысяч опять же нормального производителя который не сгорит у вас буквально при первой же работе вот 135 рублей мне было не жалко потратить поэтому пожалуйста смотрим вот таким образом все получилось сейчас наверно будет дымить первое время обгорать тефлон проверяем проверяем так регулятор ставим где-то ну примерно на середину сейчас посмотрим так как регулятор я оставил он будет еще дополнительно также отключаться как и сам утюг которым мы паяем эти трубочки судя по тому как отдымило я предполагаю что уже все нагрелось ну давайте попробуем попытка не пытка смотрите как настоящий паяльник прям и оп ну что я могу сказать поломанный утюг 135 рублей тефлоновые насадки на него причем здесь получается 25 20 две самых ходовых 32 и 40 плюс два болта один покороче был один подлиннее не знаю почему может на некоторых утюгах есть более тонкие сами смотрите крепкое соединение вот таким новым инструментом я обзавелся для себя кому понравилось видео ставьте лайки пишите ваши комментарии кто что думает кто как преобразил бы всю эту конструкцию я вот думаю дополнительно вот в этих нижних местах спаяю спаяю площадку отдельно не спаяю а сварю плоскую площадку через какие-то текстолитовые переходнички чтобы ее можно было эту конструкцию поставить и паять на данный момент основной задачей была проверка на работоспособность кому понравилось видео ставьте лайки пишите ваши комментарии